Добрый день! Вас приветствует Федерация судебных экспертов. Мы продолжаем цикл наших видеороликов «Слово эксперты». И сегодня у нас в студии эксперт-химик Михаил Косточко. Добрый день, Михаил! Здравствуйте! Михаил у нас сравнительно недавно работает в компании. Очень перспективный эксперт и достаточно большой объем проводит разного вида экспертиз. Михаил, расскажите нам о себе. У вас же очень интересный творческий путь, который привел вас к нам в организацию. Да, я понял. Путь их, правда, довольно-таки большой. Я из семьи потомственных химиков. Учился в химической школе с углубленным изучением английского. После поступил в университет, окончил МГУ, окончил аспирантуру МГУ, защитился, работал в университете, работал в НИИ, фармакологии. И занимался разными направлениями. У нас мы занимались разработкой опиоидных антагонистов-рецепторов. Это было направление, которое ориентировано было для того, чтобы создавать новые препараты для борьбы с наркоманией, с опиоидами, с зависимыми людьми. Это было... Мы опубликовали серию работ. Вот. После я занимался мигренью. Есть у нас тоже патенты. Патент. И даже лекарства, которые сейчас находятся на третьей стадии клинических испытаний. После я уехал в США, поскольку в нашей стране довольно-таки ученым платят немного. Работал в разных университетах. В Висконсине, в Новом Орлеане. Это Висконсин. Это университет Висконсин Мэдисон. Работал с известными людьми, в интересных командах. Делали разные задачи. От теоретической химии до практической химии. В последнем месте, где я работал, мы занимались разработкой противораковых, противоспитовых препаратов. Вот это моя специальность. Потратили 6 лет на это дело. У нас есть патенты, есть публикации. Также я занимался отдельно. У меня были свои проекты. Я вёл свои проекты. Занимался общими проектами. И сейчас я работаю в Федерации судебных экспертов. Да, здорово. Мне очень интересно и нашим зрителям узнать сейчас Ваш проект Федерации судебных экспертов. Какие виды экспертизы Вы сейчас проводите? Мы проводим широкий спектр экспертиз, начиная от металловедения, кончая различными резинами, пластиками. Я могу перечислить весь спектр. Да, я думаю. Потому что в нашей компании мы решили расширить спектр нашей активности. И мы покрываем, теперь уже мы начинаем покрывать большое поле, как говорится, деятельности. Это первое, что мы делаем. Мы делаем горные породы. Мы можем анализировать минералы. Мы делаем силикатный анализ. Мы делаем стёкла. Потому что стёкла – это тоже силикаты. Керамику. Можем определить, относится ли это к фарфору. К какому типу фарфору относится данный образец. Исследуемые. Делаем металлы. Широкий спектр. Алюминиевые сплавы, ферросплавы. Делаем олово, оловянные сплавы, свинцовые. Делаем как с высокой точностью, так и с точностью, которая необходима для технологических производств. Много очень людей обращается для того, чтобы производить определённые детали. Для этого им нужно знать состав сплава. Вот это мы делаем. Также мы делаем, как я уже сказал, анализ рут. Можем делать, проводить исследования. Это бурые угли, каменные угли, антрациты. Делать петрографию – это оптические исследования. Это всё, что относится к сегменту минералов. Дальше про металл я уже рассказал. Металлы – это широкий спектр. Далее мы занимаемся нефтепродуктами. Мы делаем анализ горюче-смазочных материалов. В основном дизельное топливо и бензинное. Масла немножко труднее делать. И эти анализы стоят дороже. Естественно. Поэтому мы можем сделать и масла, но всё зависит от клиента. Мы пока не делаем битумы. Но в перспективе мы можем, да, нужно просто посмотреть, вот как это технически делается. Ну, в разработке, да, находится вот это направление? Да, оно находится сейчас в разработке. С нашими менеджерами. Вот. Делаем пластмассы. Охватили довольно-таки широкий спектр, потому что обращается много людей. Для многим нужно проанализировать качество полимеров. И вообще из чего, какие полимеры, сополимеры находятся в исследуемом образце. А какие образцы вот чаще всего… Это образцы, связанные с рекламой, с вывесками, потому что всё это, эти полимерные материалы импортные, они в основном идут из Бельгии. И здесь люди хотят провести импортозамещение и производить уже, собственно, здесь своё производство открыть. Поэтому они обращаются, и мы им делаем полную раскладку по полимерам. Мы прикладываем все спектральные данные. То есть это детальный анализ. Вот. Полимеры мы делаем. Резины мы можем сделать, но это довольно-таки сложно. И мы можем сказать, из какого типа какие каучуки, не каучуки, силиконы, не силиконы. Также там у резин есть всякие ускорители, там дополнительные есть соединения, которые в организаторы определённого типа. Но это мы пока не делаем. Вот. Можем делать, делать можем очень широкий спектр органических мультикомпонентных смесей. Если к нам обращаются, допустим, у нас есть смесь там из… Какая-то промывочная смесь, она состоит из там органических компонентов. Мы можем сделать полный детальный анализ, показать, какой процентный состав органических соединений, которые там есть, находятся. Определить их, идентифицировать хроматомаспектральным методом. Также можем сделать, если нужно, детальный анализ ядерно-магнитного резонанса каждого соединения. Вот. Это более, наверное, к другой теме. Если просто человек обратился к нам и хочет проанализировать какое-то органическое соединение, если оно у него чистое, допустим. Он хочет узнать полностью о 3D-структуру. Мы можем сделать ему полный расклад. Вот тут мы будем применять метод ядерно-магнитного резонанса. Вот. Это может быть связано с лекарствами, идентификацией активных соединений в лекарствах, допустим. И вот мы можем доказать, есть ли в заявленном лекарстве активное вещество. Для этого используется этот метод. Вот. Большой спектр вы нам перечислили видов, подвидов, так скажем, химической экспертизы. А скажите, пожалуйста, в перспективе я знаю, что готовятся еще какие-то новые направления. Хотелось бы услышать, что за направление вы готовите для наших клиентов, да, для расширения спроса на наше предложение. Да, и правда, мы готовим, мы расширяемся, мы хотим расширить наш спектр активности до... Можем попробовать делать лаки, детально краски. Пока мы это детально не делаем, но для этого нужно... Каждое исследование – это определенные методики. Для того, чтобы это сделать, нужно разработать эти методики или просто обладать хорошим навыком делания этого. Вот. Эмульсии, суспензии. Много обращаются. Есть люди, кто немного, но обращаются. Качество клея. Но мы не делаем это пока. Будем думать... Ну, понятно, эти проекты в разработке. Да. Широкий очень спектр, который мы начали охватывать – это санитарно-химические исследования. Это исследования образцов. Много людей обращается и недовольны, говорят, вот, мне кажется, что там мебель или стенка холодильника токсична. И выделяет токсичные соединения. Проверьте. Мы делаем это, потому что это специальное исследование. И мы можем определить, какие соединения вылетают с поверхности исследуемых образцов. То есть, по каким-то параметрам можно... Да, потому что есть масс-спектральные базы данных. Соответственно, как это делается? Берется образец, помещается в специальную камеру, находится в этой камере несколько дней. Дальше с него испаряется. Дальше подключают вакуум. Откачивают те соединения, которые вылетают с поверхности. А их адсорбируют на чем-то. Потом растворяют в растворителя. И смотрят хроматомоспектральными методами. И определяют, какие у нас вредные вещества летят с поверхности. Так можно доказать, что у нас, как говорится... А после определяется ПДК, предельно допустимые концентрации, в которых в нужном пределе они вылетают или нет. Вот если они вылетают... У нас было несколько работ таких, и они были проведены очень качественно, красиво. И там действительно выявлялась токсичность? Нет, там женщина, которая обратилась к нам, она думала, что со стенок холодильника, с полимеров, выделяются какие-то токсичные соединения. Да, они и вправду летят, но они летят не в том количестве, как она думала. Они полностью укладываются в предельно допустимые нормы. Это просто... То есть, вот она так подумала. Ясно. Я поняла. Спасибо, Михаил, вам за интересную беседу. Я надеюсь, что у наших зрителей возникнут какие-то дополнительные вопросы, мы о них узнаем. Мы ждем ваших комментариев, обращайтесь к нам на форум, пишите на e-mail, приезжайте на консультации. Всегда рада вам помочь. Берегите себя, всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok